всем привет меня зовут наталья и вы находитесь на моем канале о вязании но как вы поняли уже из названия видео сегодня будет разговор не о вязании а о моих планах и целях на 2024 год да вот сегодня уже 1 февраля а я только собралась снять такое видео многие уже давным-давно это выпустили некоторые даже в конце декабря уже это выпустили но это не про меня я только наконец-то собралась с мыслями все записала все структурировала мне конечно там писали когда я первом видео года обозначила что хочу записать все разложить по полочкам не там был комментарий поступил что не надо раскладывать по полочкам надо просто брать и делать да это возможно так но я считаю что когда ты составил четкий план что нужно делать то это будет и выполняться а когда плана нет то и естественно никакого результата не будет обычно так а ну вот я хочу там зарабатывать 100 тысяч но как этого добиться никто не пишет но извините да как были я там хочу не знаю поехать в отпуск и опять же хочу хотеть то я хочу но как этого добиться нужен план поэтому я всегда себе стараюсь писать планы и вот знаете я сегодня пересмотрела тетрадочку мне есть тетрадка в которую я записываю наверное уже года три свои цели на год у меня большинство целей сбывается планов даже и были такие планы которые вот да наверно года три назад записывала когда была пандемия они не сбылись в первый год но они сбылись на данный момент то есть я посмотрела и действительно у меня наверно 80 процентов моих целей закрыта да конечно возможно не за год но за большее количество времени они все равно закрываются поэтому пишите пишите и еще раз пишите ну и давайте приступим на самом деле я хотела снять лицом в кадр это видео начала снимать но я теряюсь мне непонятно куда смотреть я много времени трачу на свои переживания что как это все я выгляжу отключалась пересматривалась в общем я поняла что я совершенно не тот блогер который снимает себя и мне проще собрать мысли и донести до вас когда я снимаю просто руки в кадре это мне привычно это я уже делаю на протяжении нескольких лет ну да конечно возможно как говорят что если ты хочешь создать личный бренд то нужно показывать себя но я пока что до этого не доросла и не то что не доросла наверное мне это не нужно но там будет видно дальше конечно хочется попробовать и посмотреть будет ли результат будет ли больше подписчиков если я буду мелькать в кадре там на youtube в instagram но пока что я не готова к этому я буду вязать поэтому в кадре органайзер возможно буду иногда зависать на пересчет петель потому что боюсь что буду ошибаться и тут у меня шпаргалочка за кадром лежит я буду в нее подсматривать и рассказывать вам о своих планах на 2024 год а я может быть иногда говорю 23 но нет вы же поняли да что 24 потому что еще мозг не переключился что идет 24 год и так давайте начнем конечно же в первую очередь я давайте расскажу о планах на творческую свою деятельность потому что возможно многим потом будет неинтересно слушать что там я себе лично она придумывала понятно что в основном смотрят меня те кому интересно смотреть именно про вязание а потом уже если вам станет не интересно про личное слушать выключайтесь итак в первую очередь у меня идут планы по расширению или пересмотру ассортимента во-первых я хочу ввести все-таки пинетки и носочки но сначала начнем с пинеток я уже даже на февраль вот опять же к тому моменту что нужно прописывать когда ты что хочешь сделать вот я уже на февраль себе внесла что я буду феврале заниматься пинетками из пуха норки если это будет опять же только останется записанным в общем списке не будет в планах по месяцам разбито то так оно и останется в общем списке как у меня было это в прошлом году внести то я внесла в планы но даже пряжу заказала но так и не заказала не записала не решила когда же я буду заниматься непосредственно этой темой поэтому вот февраль у меня уже посвящен пинеткам из пуха норки дальше будет видно я не буду на полгода там вперед расписывать я буду на ближайший месяц выписывать главные цели какие я хочу исполнить в этот месяц дальше я очень хочу все-таки ввести ассортимент кукольные люлечки но скорее это будут не такие вот малыши которые я пробовала вязать а побольше люлечки хочу найти у кого можно заказывать донышки хорошие деревянные и подставки под люльки чтобы знаете такая полноценная была полноценный набор мебели плюс конечно же мне нужно найти или кто будет мне шить но в принципе я шить умею у меня есть машинка надо просто немножко потренироваться может быть я и сама это буду делать текстиль для этих люлечек потому что да вот например одеялка пускай она будет вязаная но подушка там матрасик должен быть текстильный по моему мнению естественно это не будет стоить дешево но я не гонюсь за удешевлением товара я гонюсь за качеством и внешним видом картинкой это вот в первую очередь из ассортимента что я хочу вводить то есть в этом месяце будут носочки в марте возможно будут люлечки дальше у меня в этом году будет упор на внесение в ассортимент развивающих игрушек то есть у меня вот там мне дарили мастер-класс на пирамидки я очень хочу связать пирамидки скорее всего это тоже будет в марте хотя бы одну свяжу потом я хочу сделать новые погремушки какие-нибудь развивающие не просто там погремушка на колечке а уже более что-то посерьезнее скажем так естественно я планирую на вот эти вот погремушки всякие разные делать мастер-классы но вот опять же упор на развитие будет идти не просто там на игрушку с которой можно сфотографировать ребеночка а именно на развивающие мне вот нравится очень типа монтесори там всякие стаканчики по цветам где нужно разобрать потом видела на алиэкспресс божьи коровки ввязаные и по моему черепашки там нужно черепашат там тоже с разными цветами они божьи коровки с точечками нужно считать точечки ну вот что-то типа такого хочу ввести тоже в свой ассортимент конечно же я хочу вернуть горошину которая у меня была мне там правильно писали что просто поднимите на нее цену когда я ее брала из ассортимента потому что слишком много времени она занимает для по изготовлению и мне там писали что да поднимите просто на нее цену и действительно я хочу поднять на нее цену но вернуть в ассортимент правда мне нужно для нее до заказать бусины большие у меня там их мало осталось уже я их по израсходовала в грызунки потому что уже не планировала вязать эти горошины но сейчас все-таки хочу вернуться потому что во первых периодически где-то там мелькают они у меня видео в старых находят в инстаграм на страничке все равно есть и как бы спрашивают а так как у меня нет на них материала я отказываю сделать на заказ но спрос на них всегда был и будет просто поставлю подороже скажем так дальше я в этом году планирую улучшить навыки по фото и по видео и конечно же я хочу научиться снимать рилсы запрещенной сети это одна из скажем так сейчас возможности для продвижения и все со всех углов кричат что нужно выкладывать не посты а рилсы но я их не умею снимать абсолютно хотя казалось бы что у меня уже такой опыт по видео на youtube по монтажу этих видео но на самом деле я просто конечно я это все сделаю я научусь но я еще не задавалась этой темой и вот у меня и в планах на ближайшее время я уже даже начала просматривать пока что бесплатные ролики на youtube но если я не смогу научиться по бесплатным делать то что мне нужно то что у меня в мыслях хотя я думаю что смогу там знаете сейчас на youtube вообще столько информации что можно мне кажется всему чему угодно научиться но если вдруг я не научусь на бесплатных я какой-нибудь курс по рилсам куплю себе и и фото-видео монтаж фото именно картинка хочу что-то менять улучшать покупать реквизит ну вот мне например очень нравится с цветами как вы уже поняли все эти фотографии получаются очень яркими очень красивыми очень свежими вот может быть я просто другие цветы например чтобы по цветам к картинке к игрушкам подбирать более подходящий может быть другим другой реквизит какой-то закажу буду пробовать менять картинку скажем так с какой стороны снимать какие-то объемные картинки буду пробовать я это все уже тоже смотрю видео на ю тубе то есть это не такие планы которые там написал и забыл это уже я стараюсь воплотить в жизнь так дальше у меня есть такая не такое небольшое желание часто у меня спрашивают где можно купить там колечки гремелки пищалки и я хочу возможно у нашего российского производителя по оптовой цене закупить и потом выкладывать на продажу или буду еще искать ну вот из тех кого я имею ввиду российского производителя из тех которых я знаю где я уже заказывала или может быть поищу каких-то новых чтобы именно это все было качественное то есть проверенная не с алиэкспресс возможно можжевельник где-то буду искать но хочу расширить свой ассортимент чтобы можно было вот эти всякие гремелки но гремелки понятно это китай и никуда от этого не деться у нас их не делают наверное в россии я имею ввиду про дерево грызунки и колечки бусины хочу ввести в свой ассортимент чтобы кто хотел мог просто приобрести этот грызунок там или колечки потому что мне часто спрашивают например вот грызунки просят перепродать или колечки просят перепродать но и так как я всегда заказываю в не очень больших количествах если я продам то я останусь без своей без своих материалов поэтому есть у меня такое желание чтобы заказать по оптовым ценам и если будут желающие продавать эти деревянные колечки сейчас кстати есть очень хорошая вещь как авито доставка если кто-то еще не пользовался рекомендую там можно даже за один рубль доставку сделать поэтому даже если вы там будете заказывать маленькие набор скажем так пару колечек пару грызунков вот мамочки часто хотят своим деткам связать им смысл там из китая например ждать или заказывать сразу много они хотят там два колечка заказать две гремелки два грызунка и вот через авито доставку вообще очень выгодно отправлять даже если там нет никаких скидок акций даже полная доставка там намного дешевле выходит чем просто на почте отправлять но там по моему на первые три доставки идет за один рубль вернее вы заказываете да на первые ваши три покупки но например использовали вы потом можно подключить мужа можно подключить маму сестру папу кого угодно и вот так вот по три доставки на каждого по рублю оформлять так дальше у меня все еще в моих хотелках стоит озон честно я не знаю что с ним делать я уже не раз эту идею пыталась в себе заглушить но пока что она у меня еще иногда всплывает но я прекрасно понимаю что во первых нужно на озон специальный ассортимент я не буду туда игрушки для малышей выгружать кто бы там не говорил что за самозанятым не нужны сертификаты ребят самозанятым тоже нужны сертификаты для продажах на этих площадках поэтому то что вам там не в общем далекие от этого люди рассказывают что самозанятым не нужны сертификаты они нужны просто самозанятым их не выдают поэтому озон самозанятых не требует но вы априори тогда не должны продавать ту те игрушки которые на которые нужна сертификация вы их не можете продавать то есть вы уже этим на маркетплейсах с такими позициями не можете выходить например вы можете продавать сувениры вы можете продавать какие-то вот такие игрушки которые не для игры предназначены а вот купил поставил да но опять же это как к сувенирам относится не игровые игрушки для взрослых там например поэтому вот я если и буду на озон то я буду что-то такое думать какие-то сувенирчики брелочки там вот с этим можно до выходить но не с игрушками для малышей однозначно не знаю я пока ввела внесла озон в список но не буду на него сильно обращать внимание просто потом внесла просто потому что он у меня сидит в голове и я не могу эту тему оставить пока что хотя я так много уже изучила информации и я понимаю что для человека который вручную вяжет сам нефабричное производство это вообще не выгодно вот вообще не выгодно да конечно повыгодней получается игрушки из плюша вязать потому что они вяжутся быстрее повыгоднее получаются какие-нибудь маленькие брелочки так тоже опять же потому что они вяжутся быстро но на них все равно такую цену надо поставить что выходит она точно так же эта игрушка как и заказали бы у вас ее дешевле но с доставкой поэтому ну мне кажется вот в этом плане тут не заработать когда ты вяжешь один у тебя нефабричное производство и ну все таки вот эти все маркетплейсы с их ними накрутками это не для ручной работы так дальше следующий план что-то 17 минут уже я еще даже по работе не все рассказала следующий план это делать наборы на наличие я решила все-таки что наборы в наличии быть должны потому что меня кидала из стороны в сторону то ли заниматься только на заказ то ли наоборот только назад на наличие но не брать заказы но нет я решила что конечно же я буду брать заказы потому что например есть наличие как с жирафиками до связала я с этим желтеньким листочком а все хотят зелеными листочками и лежит у меня с этим желтым листочком и желтым воротником уже не знаю наверное с октября или с ноября месяца этот набор с жирафиками я уже не знаю сколько я потом зелеными связала а вот тот набор все еще лежит потому что вот нравится в другом цвете Поэтому, конечно же, будут и на заказ работы, но и в наличии я тоже хочу держать всегда наборчики, уже прям, знаете, такие готовые, потому что из наличия обычно забирают те, которые решили что-то подарить, и им нужно срочно, им некогда ждать, когда ты там через неделю, а то и больше свяжешь этот набор на заказ. Так, дальше, вот, что касается плюша, я записала себе пункт, что я хочу в ассортимент свой ввести все-таки несколько игрушек из плюша, возможно, это будут большие зайчики-мишки, возможно, наоборот, это будут какие-то брелочки, опять же, если вдруг я решу заниматься озоном, то, соответственно, конечно же, это будут брелки, но пока что просто я внесла игрушки из плюша, это будет не в ближайший месяц-два, это будет потом, попозже. Дальше, также я хочу освоить микровелюр, и из микровелюра я хочу вязать более такие дорогие сувениры, скажем так, для взрослых, то есть, которые берут на подарочки взрослым именно. Следующий пункт у меня, извязать пряжу из запасов, то есть, куда-нибудь попристраивать ту пряжу, которая у меня уже давно лежит, и я из нее ничего не вяжу, то есть, на которую, ну, обычно, когда у меня связала, что-то понравилось, вот, там, лягушка-тянучка, да, понравилась в желто-зеленом цвете, и у меня все заказывают лягушку только в этих цветах. А есть цвета, которые лежат и, ну, не то, что не пользуются спросом, просто не видят их заказчики и не знают, что такой цвет возможен. У меня есть цвета, которые лежат уже, там, по году, по полтора, то есть, я их когда-то купила, они мне понравились, но я так с них ничего и не связала. Поэтому, вот, хочу потихонечку, постепенно в этом году все-таки начинать это все превращать в игрушки, чтобы у меня не копились вот эти вот цвета, которые я не использую. Так, дальше. И последний пункт, пока что десятый, из которых я себе записала, это все-таки начать вязать одежду для себя. Я очень хочу, вот, прям, очень хочу. Я когда вяжу одежду на игрушки спицами, я прям кайфую, потому что я умею вязать спицами, я раньше очень много вязала одежды для себя, для детей, шапок много вязала. У меня дети первые несколько лет своей жизни только в вязаных мной шапках и снудах ходили. И я хочу вернуться к вязанию одежды. Конечно, детей сейчас уже тяжело заставить ходить в связанных мной шапках. Они не понимают, скажем так, прелести натуральной пряжи. Им вот акрил бы и все, но, может быть, потихонечку я все-таки достучусь до них, что это классно, потому что, ну, вот, опять же, шапки у меня были очень красивые, я так считаю. И у меня были заказаны эти шапки с косами, с аранами. Да, конечно, сейчас уже это не так модно, сейчас, наоборот, в моде простота. Ну, вот, простоту и будем. Плюс уже детки все равно подросли, им уже тоже такое вот нравится, более спокойные, без всяких наворотов. Но я очень хочу себе вязать. Я хочу себе вязать кофточки, топики, маечки. И я вот это дело все очень люблю. Я к лету планирую связать себе обязательно пляжную тунику. У меня раньше каждое лето была новая туника под купальник. Вот, кстати, хорошо, что вспомнила про купальник. Надо еще с купальниками разобраться. Надо заказать себе купальник сначала, а потом уже под купальник вязать тунику. Какой выберу купальник по цвету смотреть. Ну, и, конечно же, какие-то вот такие свитера, потому что я тут, я вам уже рассказывала в конце, наверное, года, что пыталась себе что-то найти в магазинах вязанное. Но это просто ужас, кошмар. Во-первых, качество, стопроцентный акрил идет. И он такой, знаете, есть хороший акрил, а есть плохой акрил. Но вот это ближе к плохому акрилу. Скажем так, то, что я себе могу позволить по цене. А то, что по цене дорого, у меня рука не поднимается купить, потому что я знаю, что даже при самой хорошей качественной пряже я это изделие могу связать намного дешевле. Потому что там тот же кашемир, да, он стоит дорого, но изделие из него в магазине стоит, скажем так, в разы дороже, чем я себе свяжу по себестоимости пряжи. Поэтому вот у меня такой пункт, все-таки начать вязать одежду. Может быть, вам кому-то это тоже будет интересно. И буду показывать в своих видео кусочки, что же я делаю. Так, дальше. По работе на этом пока что все. Конечно, в течение года все эти планы будут пересматриваться, добавляться. Может быть, что-то, как вот Озон, я все-таки решу, что мне это не нужно. Но пока что все. Теперь давайте дальше. Дальше будет только о личном. Поэтому повторюсь, если вдруг кому-то неинтересно, то можете выключать на этом видео. Лично этот год я объявила годом ухода за собой. То есть уход за собой подразумеваю по всем планам. И в плане здоровья, и в плане красоты, и в плане смены гардероба. То есть у меня тут много очень пунктов записано, которые я хочу за этот год реализовать. И я уже, конечно же, я уже начала это делать. То есть уже прошел весь январь. Ну давайте немножечко поподробнее о некоторых пунктах расскажу. Не обо всех, но о многих. Во-первых, я в том году по осени наткнулась на видео на ютубе. Там рассказывали про чистку организма. Мне не нравится название чистка, больше нравится оздоровление организма. Один из докторов, эндокринолог в своем бесплатном телеграм-канале проводит каждый квартал такие оздоровления организма. Конечно, там нацелено у него продать свои БАДы. Но когда я углубилась в тему, в принципе, все эти БАДы, они как бы, можно и без них все это делать. Во-первых, можно, конечно же, заменить более дешевыми вариантами, теми, которые подходят для тебя по ценовой категории. А во-вторых, можно их вообще исключить, оставить там только сейчас расскажу, что. И там основа идет на чистом питании. То есть чистое питание, это имеется в виду без сахара, без глютена, без молочки. Ну, в общем, вот в таком плане, то есть исключить все вот эти вот продукты на месяц. Там есть список разрешенных продуктов, список запрещенных продуктов. И тем самым, когда тот месяц на чистом питании, оздоравливается организм. Я хочу избавиться от своей сезонной аллергии, которая меня настигает каждый июль-август и держится, пока не пойдут холода-морозы. У меня аллергия на амброзию, на полынь. И вот этими чистками, раз в квартал, я хочу попробовать избавиться от аллергии. В основу я взяла, там идет, что нужно принимать антипаразитарный сбор. Там, конечно, он опять же рекламирует свои все сборы. Но я максимально по составу, по травам подобрала похожий сбор, заказала себе его. И обошелся он мне в разы дешевле. Вот, в общем-то, вот в основе идет антипаразитарный сбор и питание, чистое питание. Я уже в ноябре пробовала, когда только наткнулась на видео, я где-то недели две продержалась на таком питании. И я вам скажу, что у меня вот эти вот, знаете, от аллергии еще в ноябре до сих пор были постоянные сопли, постоянный насморк. Уже вроде бы аллергия должна закончиться, а у меня все равно вот эти какие-то постпоследствия присутствовали. У меня за неделю на чистом питании полностью очистился нос, очистилось горло, я перестала кашлять по утрам. Ну, я все-таки считаю, что это ощутимый результат всего лишь за неделю. Вообще, если отзывы почитать, там, конечно, люди от многих проблем, вплоть до псориаза, избавляются вот на чистом питании. В общем-то, это вот моя главная цель в уходе за собой, каждый квартал там идет, получается, два месяца ты питаешься, ну, как обычно. Конечно же, лучше и эти два месяца не есть там всякие гадости, там, типа сахара, алкоголя, муки пшеничной и так далее. Но, тем не менее, там допускается, что ты два месяца питаешься, как обычно, и вот месяц и раз квартал на вот этой чистке. И как раз она начинается в феврале, с 3 февраля, и я очень планирую продержаться весь месяц на ней. Если кому-то будет интересно, потом расскажу результат, какие у меня были ощущения, и что изменилось за этот месяц. Дальше. Работа над спиной, работа над осанкой. Это я уже начала делать, так как у меня сидячая работа, как и у многих из вас. Во-первых, когда я работала в офисе, я работала за компьютером, ну, это было до декрета, да, 10 лет назад, грубо говоря. Господи, 10 лет уже назад, кошмар. Тоже сидячая была работа. Ну, и сейчас вязание тоже сидячая работа. А так как это мой основной вид деятельности, то, конечно же, я вяжу много. И вот работа над осанкой, работа над спиной, я уже начала делать упражнения. Я купила себе ортопедическую подушку. Знаете, да, такие плоские подушки с выемками. Знаете, я сначала не поняла. Во-первых, было сложно привыкнуть к ней. А потом, когда я через какое-то время, я обратила внимание, что у меня перестала болеть шея. То есть, это еще было до того, как я начала делать упражнения для спины. То есть, вот благодаря этой подушке, я считаю, у меня перестала болеть шея. Я начала именно себя лучше чувствовать. Поэтому, если у кого-то такие же проблемы, болит шея, болит, ну, вот знаете, вот эта плечевая, вверху, где плечи. У меня, особенно с правой стороны, где рука крючок держит. Если у кого-то такая же проблема, тоже рекомендую, попробуйте мне прям. Ну, я считаю, что эта подушка помогла избавиться от болей. Ну, естественно, сейчас упражнения делаю. Плюс в хорошую погоду я стараюсь не ездить на общественном транспорте за детьми, а ходить пешком. Поэтому, если я езжу на общественном транспорте в сад, то у меня 10 тысяч шагов не нахаживается. А это, я считаю, минимум, который должен быть. Поэтому, когда вот нет осадков, гололеда, я иду пешком теперь. И я как-то, ну, не в прошлом году. В прошлом году я вообще ничего не делала. У меня был такой год, ушел просто мимо из-за обстоятельств семейных. В позапрошлом году, наверное, я даже ставила челлендж. Я ходила 10 тысяч шагов каждый день. Я отчитывалась в Инстаграм. Там были девчонки, которые даже присоединялись ко мне в этом плане. И тоже выкладывали вечером, сколько они находили шагов. У нас такая веселая компашка собралась. Смотрели, у кого какие результаты, у кого больше. Кто там, например, сегодня поленился немножко. Было весело. И я сейчас опять начала больше двигаться. Ну и, конечно же, было бы еще неплохо ввести именно какой-то бы спорт. Но пока что так. Пока что я на спорт еще не собралась. Может быть, когда потеплеет, буду хотя бы по выходным. Там просить мужа куда-то ездить. Потому что у нас здесь рядом с нами, во-первых, никакого фитнеса нет. Во-вторых, никакого бассейна рядом нет. Это нужно куда-то все время ехать. Пока что я не могу себе этого позволить. Дальше. Ну, по уходу за собой понятно. Там, да, маникюр, кожа. Что там еще я планировала. А, я хочу избавиться от лишних волос, апелляцию, пройти курс. Я тоже как-то пару лет назад проходила. Мне прям очень классно было. Я все лето не вспоминала об этом. Вот сейчас я опять хочу весной начать. Дальше у меня планы вылечить зубы. Но там, знаете, не сколько вылечить, сколько надо пойти и удалить зубы мудрости. И два точно там надо удалять. Я этого очень боюсь. Мне об этом говорили еще несколько лет назад, что их нужно удалять. Но они как бы не беспокоят, поэтому я и ничего пока не делаю. Но все равно это нужно делать. И каждый раз, когда я попадаю к стоматологу, мне про это говорят. Ну, и там тоже надо, чтобы посмотрели. Может быть, где-то что-то уже подлечить. Может быть, чистку хочу сделать. Мы тут сейчас с ребенком занялись пластинками. Тоже поставили ему пластинки. Ну, в общем-то, скорее всего, младшие тоже сказали, придется ставить пластинки. В общем-то, заняться зубами не только моими, но и всей семьи. Уже, в принципе, опять же, занимаемся. Ну, и я поставила себе на этот год отрастить волосы. Цель такую. Тоже уже этим занимаюсь. У меня уже пошла такая, знаете, пошел в рост подшерсток. У меня на голове сейчас куча антеннок торчит. Пока что я только втираю два раза в неделю никотиновую кислоту для волос. Я уже тоже как-то этим занималась несколько лет назад. И результат был шикарный. Плюс я нашла еще в интернете рецепт какой-то там чудо-маски для волос. Там она на травах настаивается какое-то количество времени. И потом тоже делаются с этим чудо-средством маски. И написано, что и по отзывам там читала, что растут волосы как сумасшедшие. Но у меня еще проблема в том, что у меня часто они ломаются. И я хочу сделать себе кератин. Я уже делала его лет 5 назад. Ну да, 5 лет назад. Как раз на свой предыдущий юбилей. И результат был шикарный. Но для меня на тот момент, так как я была, во-первых, в декрете, во-вторых, двое маленьких детей. И не было своего дохода, кроме декретных, от слова совсем. Ну, как бы для нашей семьи, когда у тебя двое маленьких детей, дочке там было чуть больше годика. Муж один работает. Делать каждые 3 месяца кератин, это было дороговато. И я вот один раз сделала. Мне очень сильно понравилось. У меня были шикарные волосы потом после кератина пару месяцев. И больше я не стала делать, потому что, ну вот, просто не хватало денег, скажем так, на это. Но я считаю, что сейчас я могу себе уже позволить сделать маникюр каждый месяц. Делать кератин раз в 3-4 месяца. Поэтому вот у меня в марте день рождения. И я, наверное, как раз к дню рождения пойду первый раз сделаю. И потом буду каждые 3-4 месяца, как там, по мере необходимости, его обновлять. Так, это то, что личное. Дальше. Финансы. У меня большая цель по финансам. Хотя она у меня большая, наверное, каждый год. Что-то у меня тут на экране как-то все потемнело. Надеюсь, вам хорошо видно. Может быть, он вроде нечеток. У меня большая цель каждый год по финансам. И вот в этом году, опять же, она большая. Во-первых, я не буду называть цифр. Во-первых, я хочу увеличить свой доход по сравнению с предыдущим годом. Конечно же, кто этого не хочет. И, естественно, как есть такая пословица, денег много не бывает. И я очень буду в этом плане стараться много работать, вязать заказы и так далее, чтобы у меня доход был, ну, хотя бы не меньше, чем в предыдущем году. Дальше. У меня план сформировать свое будущее, скажем так, свою подушку безопасности. Я ее уже тоже начала формировать прямо с 1 января. И теперь я 10% от любого дохода я откладываю. Даже там, если купили у меня мастер-класс за 200 рублей, 20 рублей, я откладываю. Понятно, что это не получится сделать там за 1-2 месяца. Это будут сначала на счету просто копеечные суммы. Но, тем не менее, я открыла в Сбербанке у себя отдельный счет. Там что-то или цель, или кошелек, как-то так называется. Открыла отдельный кошелек. И туда вот утром записываю все свои доходы с предыдущего дня. Там заказ, например, оплатили. Или там купили что-то из наличия. Или купили мастер-класс. Я это все утром записываю. Считаю, сколько у меня был общий доход. И 10% я откладываю. Да, по чуть-чуть, по копеечке. Но сумма будет увеличиваться. Это мне нужно не срочно. Но, тем не менее, это нужно сделать. Я об этом уже думала давно. Пускай эти деньги у меня лежат, у меня будут. Дальше, это уже идет дальше цель общая с мужем. И мы хотим в этом году погасить 50% оставшегося кредита за машину. То есть, это придется платить больше, чем положено в месяц. Но вот такая цель у нас есть. И есть у меня цель инвестиций в будущее. Я пока что еще не знаю, каким образом я это буду делать. Может быть, это будут просто откладывания также какого-то процента на счет. Инвестиции в будущее. Это имеется в виду, во-первых, обучение детей в высших учебных заведениях. Во-вторых, наша с мужем пенсия. Если у мужа еще будет хоть какая-то пенсия, то у меня, скорее всего, если вообще ее не отменят для неработающих всю жизнь, то если и будет, то минималка. Поэтому, да, как бы это ни звучало странным, но в 35 лет я уже об этом задумываюсь. Хотя, можно было бы и раньше начать об этом думать. Я хочу, не я хочу, мы хотим с мужем купить квартиру, которую мы потом будем сдавать. И на эти деньги, да, это будет у нас доплата к пенсии. Были у нас планы в акции, в облигации. Но, как показала практика, да, конечно, есть кто этим занимается. Я не спорю, на этом тоже можно заработать. Но, как показала практика последнего кризиса, когда у нас были акции, и они просто за один день все рухнули. И получается, что мы ушли в огромнейший минус даже от того, что мы их покупали. Я не говорю, что мы их продали там дороже, да, мы от покупки ушли в минус. То я считаю, что это настолько ненадежно, что... И неизвестно, да, вот сейчас 35 лет мне, да, там еще 30 лет до пенсии, грубо говоря. Что будет через 30 лет с этими акциями, непонятно. Хранить деньги на счетах тоже, ну, там, если копить, да, например, какой-то капитал, тоже я не вижу смысла. Поэтому мы решили, что нам нужно взять хотя бы какую-нибудь студию, потом ее сдавать. Ну, а потом достанется детям, да, двое детей лишним не будет. Ну, это, знаете, такие расплывчатые планы. В первую очередь, конечно же, это погасить все имеющиеся кредиты, а потом уже думать об этом. Но, тем не менее, я хочу хотя бы на первоначальный взнос. Понятно, что эту студию мы будем брать в ипотеку. У нас не будет такой суммы, чтобы сразу купить квартиру. Я не знаю, где работают те люди, которые могут себе позволить купить квартиру без ипотеки. Это будет, конечно же, ипотека. Но хотя бы вот на первоначальный взнос по копеечке, по копеечке, опять же, уже начинать копить. Ну, и, возможно, лет через пять мы ее купим. Так, и давайте... Осталось у меня два пункта. Ой, наверное, видео на целый час будет, уже 40 минут. Ужас какой. Давно у меня не было таких длинных видео. Так, путешествия. Следующий пункт. Путешествия и отдых. Как я уже говорила, прошлый год у нас был очень сложный. Было не до путешествий. Мы только на недельку съездили на море. И, опять же, съездили совершенно не туда, куда планировали. Но, тем не менее, нам очень понравилось. Во-первых, там было намного бюджетней, чем туда, куда мы планировали. Мы планировали в Абхазию. А поехали мы на Азовское море, поселок Кучугуры. В этом поселке мы уже были. Были не один раз. И мне там безумно нравится пляж. Он песочный. Для детей там не глубоко. Ну, я думаю, что многие слышали о Азовском море. Конечно, многие его за море не считают. Но для меня песчаный пляж, это вообще самое лучшее, что может быть. А в Анапе тоже хорошие песчаные пляжи. Но у нас был один неудачный опыт поездки в Анапу. Это был самый ужасный отдых вообще за всё время отдыха с детьми. Да и без детей тоже. Без детей-то понятно, что, в принципе, вообще никаких проблем. Ну, редко бывают проблемы. А вот с детьми там понятно, что там то воды нахлебались, то руки грязные в рот. Я думаю, что вы понимаете, да, о чём я говорю. Руки грязные в рот, воды нахлебались. Это был самый ужасный опыт поездок на море с детьми. Мы болели все. Болели по очереди и все вместе. И эта неделя в Анапе просто была адом. Я не знаю вообще, как мы это пережили. Поэтому, да, пляжи там шикарный, песок, но мы туда не поедем. А вот в Кучугурах у нас вообще никогда не было никаких проблем с этим. Единственное, там нужно ехать до середины июля. Да, потому что потом там начинаются медузы. Они, конечно, бывают и раньше, но не в таких количествах. И, опять же, повторюсь, там намного дешевле. Там намного дешевле жильё. Там намного дешевле питание. Я сейчас вам разрекламирую, все полезете смотреть, сколько же там что стоит. Но скажу, что съездить нам в Кучугуру обошлось в два раза дешевле, чем в Абхазию. Ну и плюс это от нас, конечно же, ближе. Тут от нас, не знаю, километров 450, наверное, 500. А до Абхазии все 700. Вот как-то так. Поэтому мы, так как мы решили в этом году, поставили себе цель погасить 50% кредита за машину, а для этого нам нужны, скажем так, лишние деньги, чтобы гасить больше, чем положено ежемесячно, то мы решили на море ехать опять в Кучугуру, потому что там дешевле. И у нас отпуск две недели в июле. И как раз вот мы хотим на эти две недели поехать именно туда. Дальше я хочу еще какой-нибудь небольшой отпуск вдвоем с мужем. Может быть, это будет на майские праздники. Попросим бабушку посидеть за детьми, сами съездим куда-нибудь на пару дней. Может быть, это будут какие-нибудь просто выходные поедем точно так же. Но у меня в планах есть небольшой отпуск с мужем вдвоем. Мы уже вообще сто лет никуда не выбирались сами. И хочу раз в месяц, раз в два месяца тоже делать какие-то небольшие поездки всей семьей, поездки выходного дня, но здесь по месту. То есть это там не на море, там никуда-то далеко, а, например, там, не знаю, в Краснодар съездить, на какую-то базу съездить. То есть там на два дня буквально, суббота, воскресенье, там, снять домик где-нибудь, там, у нас вот тут рядом шикарнейший парк Логос, съездить туда, или там летом есть база отдыха Эльдорадо на карьере. Ну вот что-то типа такого, раз в пару месяцев куда-то выбираться. Летом, конечно, почаще, потому что лето, я считаю, что нужно как можно больше проводить на воздухе, на воде. Тем более наш регион, Ростовская область, это позволяет. У нас жарко, у нас куча подъемов, и можно хоть, хотя бы, знаете, вот куда-то покупаться, съездить на выходных. Так, это то, что касается путешествий. И, 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 и. Дальше у меня остался пункт дом. Я в этом году планирую расхламить свой дом, свою квартиру. Когда мы практически пять лет назад в нее заезжали, знаете, она была пустая, только самым необходимым. И мне так это нравилось. А сейчас уже столько ненужных вещей, там что-то покупается, потом оказывается, что мы этим не пользуемся, что-то дарится. Одежды много, вот особенно там от детей. Я, конечно, стараюсь раздавать детскую одежду, но все равно далеко не все раздается, куча еще остается. Свою одежду тоже хочу перебрать. И вот я хочу за этот год прям так глобально расхламить все, что можно продать, что нельзя продать, выкинуть. Опять же, у меня есть опыт продажи на Авито. Вещей детских, в принципе, покупают. Я продала все, что я выкладывала, там курточки, комбинезончик, платье. Все продала. Да, конечно, это не за бешеные деньги, это в разы дешевле, чем стоит новое. Но, в принципе, если смотреть, выкинуть эту вещь или продать кому-то, или отдать кому-то, если она не продается, то я предпочитаю, конечно же, отдать-продать, чем выкинуть. Все-таки сейчас настолько у нас уже все это захламлено всеми шмотками, всем остальным, что я считаю, что если вещь в хорошем качестве, то ей надо давать вторую жизнь. Дальше. Ну, про чистоту тоже у меня пунктик есть. Хочу сделать так, чтобы всегда было чисто. У меня это больше касается детских комнат, потому что вот у них там бардак. И все мои просьбы навести порядок, они-то наводят порядок, но заканчивается это все через полчаса, если они дома. Поэтому есть вот у меня пунктик, все-таки их как-то приучить к порядку, убирать вместе, потом уже просить, чтобы они убирались сами. Дальше. И остались у меня, знаете, такие вот пункты, которые нужно купить. В дом. Это я хочу поменять шторы в зале. Мы покупали, опять же, когда переезжали в квартиру 5 лет назад. Купили такие. Денег особо не было, только самое необходимое брали в квартиру. И купили шторы, ну вот, на первое время. Но ничего не бывает таким постоянным, как временное. И вот эти шторы временные. У меня уже почти 5 лет. И надо все-таки заняться этим вопросом, потому что, да, они вроде неплохие, но они мне очень нравятся. Я хочу их поменять. Потом я хочу обновить декор. Есть у меня тоже пара мыслей, пара задумок. И я хочу все-таки, или заказать, или купить шкаф в прихожую. Я вот сейчас хочу уже в ближайшее время, может быть, даже на этих выходных, проехаться по мебельным магазинам, посмотреть, что сейчас вообще есть. Если я под свои размеры, под свою задумку, не найду ничего из готового, то я тогда буду делать под заказ. Я вызову мебельщиков, те, которые нам делали кухню, которые нам делали шкаф-купе в спальню. Классные ребята, хорошо все качественно делают. В принципе, за это время ничего у нас не испортилось, кроме доводчиков на дверках на кухне. Но с доводчиками мы там сами немножко лоханулись, скажем так. Надо было покупать сразу качественные, хорошие. А мы купили средние по ценовой категории. Не самые дешевые, но средние. И вот на дверках, на некоторых уже эти доводчики полетели. А так все остальное просто классно вообще сделали. И я хочу, если я не найду готовый, я хочу у них заказать шкаф в прихожую. У меня такая уже картинка в голове есть, что я хочу. Но я пока еще не знаю, сколько это выйдет по цене делать на заказ, потому что мне кажется, будет это очень дорого. Но тем не менее, хотя бы нужно узнать цены, а потом уже определяться. То ли копить на то, что хочешь, то ли делать то, что подешевле, но быстрее. Ну я склоняюсь все-таки копить на то, что хочешь. Потому что мы уже 5 лет прожили без этого шкафа, но еще год проживем. Зато накопим на тот, который нам нужен. Все. Это мои цели на этот год. 50 минут видео. Цели, как вы видите, не скажу, что они какие-то сверхъестественные. На Луну полететь не собираюсь. Но тем не менее, для меня каждая цель важна. И я тут уже наполовину, даже пока с вами болтала, связала органайзер. Тоже плюс в копилочку, чтобы не терять время. И если у вас есть какие-то вопросы, конечно же, пишите, задавайте. А вообще давайте, знаете, может быть, зададите вопросы, какие давно хотели задать, а я в следующем видео сниму для вас вопрос, ответы на ваши вопросы. Вопрос-ответ, скажем так. Потому что, ну, частенько задают в комментариях к видео, на что-то, в комментариях к видео, на что-то отвечаю, на что-то пропускаю, потому что YouTube не все комментарии показывают, а потом зайдешь случайно, а там висит комментарий, там два месяца назад заданы вопросы. Я, естественно, его не видела, его не ответила. Поэтому, если есть какие-то вопросы, пишите, с удовольствием сниму для вас видео. Всем спасибо большое за просмотры. Всем пока-пока.